Анна Петровна Барбане – постоянная участница фестиваля творчества и таланта для людей старшего возраста. В 2016 году заняла первое место среди солистов. Сегодня выступает сольная вместе с хором «Прялица». До этого много лет она занималась бальными танцами. И сегодня в свои 82 года полна энергии и вдохновения. Проработала до 70 лет. У меня 50 лет стажу. Ну, закончила работать, пошла петь. Вот уже пою в 12-й год. В Малом зале Дворца культуры Северского трубного завода собрались участники фестиваля творчества и таланта «Мои года, моё богатство», среди которых немало певцов, музыкантов, поэтов. Сегодня мы представляем наш народный хор ветеранов «Прялица». Будем петь две песни хором. Песни будут сольные у нас. У нас программа такая разнообразная сегодня. Поэтому вот мы очень порадовать людей. Как нам сказали участники хора, во время пандемии они активно занимались дома. Разучивали новые песни, которые сегодня исполнят. Песня даёт жизнь, в первую очередь. Вот, в первую очередь жизнь и разнообразие. Вот, собираемся в коллективе, общаемся. Фестиваль проходит во Дворце культуры Северского трубного завода уже в пятый раз. И с каждым годом участников становится всё больше. У нас проходит прослушивание, скажем так, отборочный тур именно творческого конкурса, который проходит у нас по нескольким направлениям. Это и вокальное творчество, инструментальное творчество и художественное слово. И даже есть у нас два номера с хореографией людей старшего поколения. В этом году хочется отметить, что очень много заявилось в номинацию художественное слово именно людям с своим авторским творчеством. Для участия в творческом конкурсе заявилось более 30 исполнителей. Главная задача фестиваля – показать, как много в Полевском увлечённых творческих людей. Супруги Валентина и Александр Сидуновы – активные участники мероприятия. Александр Алексеевич – автор и исполнитель песен. Валентина Ивановна шьёт кукол, участвует в выставке декоративно-прикладного творчества. Фестиваль нам очень нравится, поднимает настроение. Здесь находим даже отдушинку, можно сказать, для своей души. Очень рады. Активное участие в фестивале принимает народный коллектив «Хор ветеранов Прялица», который в прошлом году отметил 90-летие. На суд жюри представлены две песни, а также сольные номера участников коллектива. Фестиваль «Мои года, моё богатство» объединил людей серебряного возраста вместе. Участники показали свои номера и познакомились с творчеством других исполнителей. Уже 1 октября в 15 часов в Большом зале Дворца культуры состоится гала-концерт, где будут исполнены лучшие номера. В этом году у нас есть такое новое введение. Перед самим концертом мы хотим в фойе организовать свободный микрофон, где все люди, желающие, творческие, могут поделиться своими стихами, своими песнями, рассказать о себе. По итогам прослушивания жюри выбрали 16 номеров для участия в гала-концерте. Решение жюри организаторы фестиваля объявят участникам 20 сентября. Наталья Вишнева, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.